Дорогие и уважаемые господа студенты, я позволю себе буквально на три минуты отклониться в недалекое прошлое, в результате которого научные сотрудники Музея Истории Подводных Сил России, нас здесь двое, оказались на столь уважительном совещании, на столь уважительной защите. Дело в чем, что одним из действующих и главных на сегодняшний день руководящих документов, на основе которого работает не только наш музей, но и многие музеи Санкт-Петербурга и России, является государственная федеральная программа патриотического воспитания, утвержденная председателем правительства Дмитрием Медведевым. Эта программа четко определяет, что основными исполнителями программы на сегодняшний день являются Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации. Обратите внимание на тот факт, что Министерство образования и науки вот в этой иерархии стоит на первом месте. Сегодня патриотическое воспитание представляет собой систематическую, целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов государственного общества и семьи, по формированию у граждан высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга, а также конституционных обязанностей по защите интересов Отечества, что на сегодняшний день, с нашей точки зрения, крайне актуально для такого муза, как военных Балтийский Государственный Технический Университет военных именем маршала Дмитрия Федоровича Густуна. Главными задачами в сфере развития научного сопровождения Федеральной программы патриотического воспитания определены следующие задачи. Это объединение процессов профессионального обучения и гражданского воспитания обучающейся молодежи. Развитие исследований, направленных на разработку новых программ, методических подходов и технологий патриотического воспитания на базе действующих отечественных, высших и средних учебных заведений. Вовлечение молодых ученых, преподавателей и студентов в развитие научно-методической базы патриотического воспитания. Разработка научно обоснованных программ, учебно-методических пособий и рекомендации с последующей их апробацией и внедрением в деятельность по патриотическому воспитанию учащихся. Руководствуясь высшими и сложными методическими подходами Федеральной программы, три года назад на очередной научно-практической конференции ВАИНЕХА между группами энтузиастов кафедры теоретической и прикладной лингвистики БГТУ, а также научными сотрудниками нашего музея, была достигнута договоренность изучить возможность использования экспозиции музея имени Маринеска в качестве учебной площадки, студентов и меха будущих переводчиков Министерства обороны и предприятий обороны промышленного комплекса. В это же время были определены основные направления взаимодействия, формы и методы совместной работы. Научные, а также практические результаты, которые мы сегодня обсуждаем уже и будем еще обсуждать в виде трех выпускных квалификационных работ студентов. Плодотворная совместная деятельность научных сотрудников музея имени Маринеска и кафедра теоретической и прикладной лингвистики БГТУ показала, что наиболее разработанными или наиболее востребованными и перспективными с точки зрения дальнейшего развития музейного дела оказались перевод и тикетажа, изобивающего множество технических и специальных военных терминов, прагматическая адаптация переводов военно-исторических фильмов о подвигах подводников Отечественного военно-морского флота к восприятию иностранных посетителей музея, озвучивание и дублирование русскоязычных версий фильмов по истории Отечественного подводного флота на английский язык, перевод безэквивалентной лексики в текстах мемуарного жанра из воспоминаний советских и российских подводников. В этой связи, как руководителю музея Маринеска, отвечающему в тот период за развитие научной деятельности в музее, мне бы хотелось выразить огромную и глубокую признательность за поддержку в работе, прежде всего, ректору ВМЕХ Иванову Константину Михайловичу и бывшему директору музея имени Маринеска Тарапону Александру Петровичу, заведующей кафедрой теоретической и прикладной лингвистики БГТУ ВМЕХ Невзорова Георгине Дмитриевне, а также инициативной группе этой кафедры, с которой нам выпала честь долга и интересной работы. Это Пантелеева Елена Михайловна, преподавателя Торгашова Юлиана Григорьевна, Муштакова Анастасия Сергеевна и Шлот Ксения Эдуардовна. Слова особой благодарности за проделанную совместную долговременную работу сегодня говорю бывшему старшему научному сотруднику Музея Маринеска Егорова Максиму Борисовичу, он присутствует в зале, и экскурсоводу нашего музея Рябыкину Александру Алексеевичу. Конечно же, в этой связи нельзя не отметить в лучшую сторону и главных виновников сегодняшней защиты это выпускников кафедры теоретической и прикладной лингвистики БГТУ, рецензии на выпускные работы, которых мне доверили подготовить. Это Людмила Ткаченко, Алина Исаян и Евгений Ефремов. Извиняюсь за отклонение, но теперь к делу. Рецензия на выпускную квалификационную работу специалиста Ткаченко Людмилы Евгеньевны. Итоговая оценка выпускной квалификационной работы. Отлично. Тема «Перевод безэквивалентной лексики в текстах мемуарного жанра на материале мемуаров Александра Ивановича Теренова «Отхождение за три моря или лебединая песня» крейсерской подводной лодки К-43 из библиотечного фонда Музея имени Мариинеска. В ходе работы над рецензией были отмечены следующие достоинства. Авторы выбранных для исследования оригинального и переводного текстов – профессиональные подводники, участники описываемых событий. Передача в аренду Индии советской атомной подводной лодки К-43 «Чакра» является важным событием в истории советско-индийского военного сотрудничества, требующим дальнейшего изучения по самым разным источникам, включая и мемуары, что свидетельствует об актуальности выбранной темы. Изучил научные работы по мемуаристики и особенностях его перевода, автор темы провел анализ авторского стиля Киренова и отобрал фразеологизмы и лексику с отклонениями от общей языковой формы, нормы, составляющие важнейшую особенность авторского стиля, а также характеризовал способы их перевода. Теоретический материал полностью применен на практике. Выводы по главам логично вытекают из их содержания. Вывод о сходстве и различиях в менталитете индийцев и русских, сделанный автором на основе анализов фразеологии, подтверждается и опытом сотрудничества с подводниками Индии. К достоинствам ВКРа несомненно относится стиль изложения, а также материалы, содержащиеся в приложениях, и свидетельствующие о научном подходе к написанию ВКР, вся отобранная лексика прошла проверку по соответствующим словарям. Отмеченные недостатки. Первое. Недостаточно детально освещена роль военной мемористики в оценке исторических событий прошлого. Второе. Неотмечена роль текстов в создании образов их авторов. Александра Теренова, командира подводной лодки К-43, и Роланда Ганиша, командира подводной лодки, нынешнее время вице-адмирала ВМФ Индии. Заключение. Несмотря на указанные недочеты, работа выполнена на высоком научном уровне, отличается глубиной проработки темы и заслуживает оценки отлично. А ее автор заслуживает присвоения к квалификации специалиста по специальности перевод и переводоведения. Рецензент подпись в чат. Доклад закончен. Спасибо большое.